Действительно, традиционная встреча в таком формате. Пульсы варюты – это действительно одна из составляющих, которые влияют на ситуацию на потребительском рынке в целом, на формирование ценовой политики и вообще складывающейся цен на потребительском рынке. Хочу сразу сказать, что кардинальных перемен не произошло с момента последней нашей встречи. Приведу данные, что за январь-май текущего года у нас наметилась и продолжается тенденция замедления темпов инфляции. И оно достаточно ощутимо, которое за годовой период снизилось в более чем в два раза. То есть если у нас годом ранее составляло 116,4, то сейчас это 175%. То есть практически в два раза. И сложилось несколько ниже, чем в среднем по России. В среднем по России – 179%. Но следует отметить, что темпы роста потребительских цен по-прежнему опережали темпы роста номинальных доходов, денежных доходов для семей, которая по оперативным данным росла. И уровень января-апреля этого года усугубилась и составила лишь 2,2%. Также хотелось отметить, что наметилась устойчивая тенденция замедления темпов падения оборота розничной торговли. В сопоставимых ценах – это 96,8% против 92% годом ранее. И то же самое в общественном питании – это 98,9% против 93% годом ранее. Оборот розничной торговли в целом по области сложился за период с начала текущего года в сумме 322,5 млрд. рублей. И был сформирован на 90,8% в организованном секторе торговли. Хочу отметить, что на розничных рынках и ярмарках темпы снижения объема реализации товаров сложились несколько ниже, чем в среднем по России. В следствии чего доля оборота в структуре розничной торговли в целом составила 9,2%. Годом ранее это было 9,1%. То есть незначительно, но тенденция прослеживается. В результате в январе-майе текущего года отмечалось существенное замедление темпов снижения оборота розничной торговли как продовольственными товарами на 3,7%, так и непродовольственными товарами на 2,6%. Собственно, которое и обусловило позитивную тенденцию сокращения удельного веса оборота розничной торговли в целом по области. Что касается цен, как следствие ситуации, складывающейся на потребительском рынке, то ситуация с ростом цен на продукты питания, как мы уже говорили, она характерна в целом для Российской Федерации, но и, собственно, для Ростовской области. Мы четко понимаем, что на 100% мы не можем себя обеспечить пока продовольственными товарами, собственно, как и непродовольственными товарами. В связи с тем, конечно же, поиск новых поставщиков и составляющие, которые вкладываются в конечную цену товаров, мы это видим с вами на наших полках магазинов. Какова же ситуация за последний квартал? С марта 2016 года по буквально 27 июня текущего года цены у нас также кардинально не менялись, скачков резких не было, но вместе с тем по категории овощей наблюдался рост по картофелю, по моркови, по луку, то есть и по картофелю подорожали овощи на 45% по картофелю. Еще раз обращаю внимание, это статистика с 23 марта текущего года. Морковь на 36, лук и речи на 27%. Собственно, для Ростовской области эта тенденция не нова, потому что мы каждый сезон наблюдаем, и цены у нас снижаются только в период уже нового урожая. То есть, с середины июля мы заметим на эту категорию существенное снижение цен, потому что уже пойдет продукция наших русских сельхозковых производителей. Также в Ростовской области, как и в целом по России, был зафиксирован значительный рост цен на руку гречневую на 26%. Но хочу отметить, что это, наверное, уже традиционно сложившийся фактор, как по мнению эксперта в России, по потреблению гречневой на втором месте после картофеля, то есть она наиболее востребована в качестве гарниров, не стоит от нашего потребителя, и, как мы замечали с вами еще в 2014 году, когда была гречневая истерия, у нас люди даже по 110 рублей за килограмм покупали эту гречку и брали. Мы помним ажиотаж, который сложился в розничной торговле. И хочу отметить, что по итогам 2015 года как раз-таки урожай гречихи был достаточно серьезным, он сложился больше, чем на 18%, выше, чем в 2014 году. В связи с чем все-таки цены на гречку – это искусственно созданный ажиотаж нашими потребителями, в первую очередь. Небольшой рост цен сложился у нас по рыбе замороженной, неразделанной, она продолжала на 6% с нашей предыдущей погоды, на масло подсолнечное на 2%, на баранину на 2% и на чай байковый. Вместе с тем, я хочу отметить, что по ряду продукций у нас сложилось и снижение цен. Это цены снизились у нас по и куриному, по свинине. Незначительно цены были снижены по говядине и по капусте мелокочан. То есть это из группы социально значимых продуктов питания. Вместе с тем, сезонный фактор, он в любом случае, в ближайшее время уже, мы видим, отразится на ценах наших полках, наших магазинов. Поэтому, собственно, тенденции не новые, но то, что происходит замедление тенденковых инфляций, по понятным причинам, то есть, как я уже сказала, как сказала, коллега, этот курс влияет на составляющие. Это и ряд, безусловно, факторов, как мы говорим, дохода населения, которые, наверное, ключевую роль здесь. И все-таки резкого скачка цены не происходит по объективным причинам, потому что ни один объект торгов и хозяйствующийся объект не заинтересован в том, чтобы продукция лежала в них на полках и не было резисбора. Поэтому здесь, опять-таки, ряд факторов не для вас, не нового. Мы об этом говорим практически каждую нашу встречу. Поэтому кардинально ситуация в обмор ключей не меняется.